прошлый ролик был посвящен алкоголю пьющий художник назывался елена мурова пишет слова привет согласна а привет а у вас как с этим покажите картину под градусом и без есть ли разница вы знаете елена я в общем не пьющий человек но у меня такое ощущение что я выпил все время ничего не употребляю никаких веществ ничего ну такое случается когда ты любишь сильно причем это не связано там с человеком с жизнью может быть связано с каждым днем но просто я кстати вам про что небольшое сцена эту тему попозже сегодня так что картины я пишу в пьяном состоянии но она просто у меня практически вот такое немножко поэтому то у нас и называется все это дело палата госпиталь ну где мы выздоравливаем в общем клуб беспричинных алкоголиков ну собственно чего откладывать сейчас и прочту коротенькое сэ про любовь у меня есть некоторое количество таких сэ коротких текстов я вам обещал что сделаю книжку но сейчас работаю над каталогом своих картин ну и над этим тоже надо работать конечно так что сделаем просто нужно время и так когда тебя коснется любящее крыло ты увидишь что то что ты называл жизнью призрачное несуществование будто все ненастоящее отраженное в мутном зеркале когда тебя коснется любящее крыло ты не сможешь произнести ни слова и если твой язык будет что-то лепетать это будет также удивительно для тебя как будто говорит корова ты увидишь летящих птиц в небе и не сможешь оторвать завороженный взгляд наполненный трепетом жизни шум дождя приведет тебя в экстаз и ты будешь танцевать под ним сходя с ума от его поцелуев когда тебя коснется любящее крыло ты увидишь в глазах каждого существа возлюбленного и твоя жизнь превратится в праздник в непрекращающийся фейерверк благодарности существованию за то что ты существуешь ты увидишь что каждое событие в твоей жизни управляется рукой жизни чтобы настал тот миг когда каждая клетка твоего существа смогла бы ощутить его ее тончайшие дуновения в котором ты исчезнешь когда тебя коснется любящее крыло влд рекордс я помню как вы говорили в фильме послание фешина про огонь и сжигающий его изнутри и как он раскрывал свою душу и изливал огненный рек огненной рекой чувства в холсте хочется понять как вызвать это зарево огня у вас она есть да ничего специально я думаю вызывать не надо как мне кажется вот это состояние влюбленности вот первый раз первая любовь первая влюбленность наверняка каждая помнит это состояние когда не нужно кушать когда ты летишь на свидание не касаясь земли и мир окрашена очень яркими красками вот просто изменяются физически ты видишь по-другому цвет по-другому дышишь по-другому смотришь я не знаю на прохожих тебя кажется что они замечают что ты любишь кого-то да ну а как полюбить у каждого по-разному это происходит кто-то с умилением смотрит на своего ребенка на малое дитя и в общем речь о том тончайшем состоянии которые внутри нас которое и есть мы все другое не мы все остальное напускное вот это главное из этого все рождаются в том числе и обидки какие-то не на обидке этого моум уже думаю не так должно быть как я считаю я на него обиделся ну это такие это производная ума а вот то что не ум то что вот ниже на три ладони ну сердце в общем не знаю как это зарево раздуть надо этот огонь разные методики есть но тот кто ищет найдет ультрамарин 75 если правило выборе зерна у холста или это лишь индивидуальное предпочтение думаю индивидуальное бывает так что и вроде бы небольшой холст но грубый и на нем такая мазистая живопись и выглядит все это уместно потому что холст помогает этой мазистости быть убедительной а бывает так что мелкий холст большого размера и живопись гладкая тоже все в общем зависит от того как вы пишете что как вы пишете да как у в какой манере исходя из этого сами чувствуете какую какой зерно вам подобрать мне кажется другого нет объяснения антон чернявский пример с врубелем мягко говоря плохой это мягко его работа не закончена ну и что что не закончена я не помню о чем речь о каком примере но не суть важно то что работа не закончена вот этот момент важное мне кажется у художника в любой момент времени как я считаю работа закончена даже если белые холсты оставлены он пишет ведет работу так что она в каждый момент времени завершена она выглядит завершенный там есть все даже если это только начало вот как так писать научиться нужно есть методы нужно о чем собственно на моих живых классах мы изучаем как так писать как вести работу чтобы в каждый момент времени она была готова я об этом всегда говорю и наверное буду продолжать говорить говорить то просто попробуй ты сделай да но тем не менее значит распустить глаз нужно как говорят художники еще там сто лет назад говорить распустись глаз это значит смотреть не фокусе осмотреть выделять главные пятна в мотиве как на которой вы смотрите и сравнивать их между собой в тоне и закладывать вот это вот неясность какую-то приблизительность закладывать в холсте это вот первый этап потом смотреть но сначала конечно нужно определиться с композицией и вообще понять ради чего я все это затеял то значит если есть ради чего то оно должно быть главным правда значит его на нем сосредоточить внимание то есть во всем холсте что-то является центром этот центр композиции у великих художников может быть сильно смещен от я не знаю золотого в сечении куда-нибудь в сторону и это работает не меньше чем как бы грамотно все сделано все это знают три к пяти да условно говоря ну и тянуть свои ручки как к тому к исполнению этого центра композиции где вы делаете ну деталировку большую чем везде везде и дальше и кстати вот эта погоня за тем чтобы выявить главное может быть так сильно что какие-то незначительные вещи вообще останутся и белым холстом там не прокроются и это будет работать не меньше если бы она прокрылась а что значит незакончена работа это значит что холст везде закрашен что ли не факт не всегда это является признаком законченности татьяна f обратила внимание что художники на продажу пишут больше акрилом чем темпер но это где как а ну может быть кстати темпера например и в европе не очень ты ее найдешь масло безусловно на первом месте но у согласен акрил популярнее темпер и покупателя а это вопрос акрил популярнее да я не знаю популярнее или нет скажите друзья что вы об этом думаете мне кажется популярна что-то необычное необычное решение всегда будут популярны а чем это написано это нам мне кажется на втором месте зрители хотят необычности неожиданности в живописи в любви и сексе конечно измените о чем я но у нас канал для взрослых у меня написано 18 плюс михаил муф хотелось бы услышать ваше мнение о новой со слов производителя революционной бумаги для масла stonehenge oil paper это хлопок с гладкой поверхностью как акварельной бумаги не пропускающие масло наизнанку если послушать отзывы вещь бомбическая друзья прошу вас скажите я не в коем не в курсе потому что на бумаге я как-то прям ну не пишу ну чего писать на бумаге если холст есть ее выпустили в двадцать втором году друзья значит stonehenge oil paper будьте любезны сообщите кто пробовал и в телеграм кстати подписывайтесь наш канал же есть в телеграме и там все выкладывают работа выкладывайте друзья ваши эксперименты на этой бумаге что прям посмотреть что это такое мне пришлите тоже еще напомню что у нас серьезнейшая сейчас акция в 55 процентов на уроки по портрету 5 уроков можно один купить можно 5 так что заходите в школу один человек написал мне сегодня в инстаграм а почему а почему не 52 58 процентов прикол такой 55 в общем не знаю почему так так сказали мне голос был сегодня шел по коридору в нашей палате в нашем госпитале и голос был 55 процентов скажи ну я и сказал написал так вы не забудьте отметиться в журнале закорючки крестики любовь конечно вот эти вот сердечки очень люблю я сердечки чем больше тем лучше я никак не могу себя найти живописи 552 никодим ну что делать надо искать друзья давайте никодим поможем найти себя в живописи ну дорогу осилить же идущий лягушка прыгала прыгала в молоке попала в беду с молоком и превратился этот в масло вот это все и она выскочила на берег сучить лапками нужно никодим 552 раза посучите и найдете себя в живописи ничего потихонечку все находят но это по дороге просто надо идти туда на вершину мастерства и 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 еще предлагаю вам кино посмотреть после этого учебные и творческие работы так что удачи до новых встреч и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok